всем привет это программа факультатив и сегодня я веду я дима кардием здесь мы обсуждаем разные научные и околонаучные темы задаем интересные вопросы и получаем на них ответы от наших гостей кстати ты можешь задать свой вопрос сам придя к нам студии и сев на эти трибуны для этого пиши нам вконтакте в фейсбуке и в твиттере а также следи за анонсами программы факультатив сегодня в свете наступающих праздников мы поговорим о разного рода зависимостях современная жизнь полна соблазнов это и разного рода химические стимуляторы и новая напасть 21 века повальная компьютеризация какова сегодня ситуация с за этими с этими проблемами в нашей стране почему увлечение альтернативной реальностью ничем не отличается от наркомании и как с этим совсем можно бороться нам расскажет наш сегодняшний гость евгений алексеевич брюн главный психиатр-нарколог минздрава россии евгений алексеевич добрый день спасибо что пришли поведайте скажите пожалуйста какая сегодня у нас ситуация в стране с разного рода зависимостями ну я думаю что это вечная тема и она была во все времена и будет во все времена есть определенная часть людей которые имеют генетические факторы формирования зависимости это связано с особенностями биохимии головного мозга и вот часть людей будут страдать тем что будут формировать эти зависимости что у нас происходит на сегодняшний день примерно 2 процента населения нашей страны как собственно любой страны где свободно продается алкоголь будут страдать алкоголизмом с психическими расстройствами 2 процента независимо от экономической ситуации политической ситуации там где свободно продают алкоголь 2 процента населения будут страдать этим заболеванием хотя есть определенные народы малочисленные народа сибири некоторые довольно изоляционно живущие монголоидные народы принадлежащие монголоидной расе у них нет ферментов на переработку алкоголя на метаболизм алкоголя и они тоже страдают почти поголовно алкоголизмом если там продается алкоголь свободно то есть в принципе наша страна ничем ни чем ни хуже ни лучше европейских стран американского континента везде примерно одно и то же происходит есть правда определенные тонкости вот например средиземноморские страны там население пьет слабо алкогольные напитки в виде вина сухого белого или красного сухого вина и пьют они достаточно умеренно и постоянно в северных странах скандинавские страны германия россия естественно тоже пьет крепкие напитки канады и соединенные штаты америки северная особенно части соединенных штатов америки и россия в том числе пьют крепкие напитки пьют большими дозами у нас это есть такой термин эксцесс алкогольный эксцесс то есть это сразу много в большой дозе это очень вредный стиль употребления алкоголя с достаточно серьезными последствиями вот чтобы сразу всем было понятно могу сказать все люди кто злоупотребляет алкоголем их будущее слабоумие и припадки там где пьют крепкие напитки вот это прежде всего и возникнет там где пьют слабые напитки это цирроз печени особенно от красных вид поэтому не знаю что лучше на самом деле мы должны понимать что алкоголь первое его действие и основное действие токсическое действие оно это причем не сам алкоголь а продукты его полураспада там есть такой продукт метаболизма ацетальдегид и он как раз и является основным ядом который травит клетки мозга сердца печени и так далее и так далее евгений ну помимо алкоголя понятно что это проблема на слуху но ведь помимо алкоголя есть и куча других негативных факторов которые с которым люди привязываются и не могут побороть тоже курение я бы игромания ну вот курение да вообще табак относится группе галлюциногенов и когда-то его употребляли то есть и сейчас наверное употребляют достаточно активно индейцы американского континента это причем они употребляли это один ну может быть два раза в жизни но когда колумб привез табак в европу и население европы и потом всего мира стали употреблять табак немножко ослабленном виде индейцы как галлюциноген использовали современное общество использует как стимулятор легкий стимулятор такой и вреда достаточно много причем когда говорят и вы слышите наверное это достаточно часто что курение неважно чего вызывает рак легких так вот может быть даже не это главное главное что курение вызывает спазмы кровеносных сосудов и тут возможны последствия в виде инсультов инфарктов и различных вот таких вот спастических состояний а если какие-то тенденции то есть скажем процент курящих людей увеличился или наоборот уменьшился к сожалению мы толком этого не знаем какой-то такой серьезной статистики не существует ну мы вот примерно представляем что в россии примерно половина населения это курит если вы приедете германию там и в италию во францию курят очень много людей скандинавии курят меньше в америке курят еще меньше как это выглядит в цифрах трудно сказать серьезной статистики к сожалению нет а социологические исследования которые проводятся на эту тему ну они мы не знаем насколько они близки к истине хотя вот могу сказать что в одиннадцатом году мы проводили такое международное исследование по спросу на табак алкоголь и наркотики в возрастной группе от 15 до 17 лет и обнаружили впервые за лет двадцать обнаружили что спрос на эти вещества стал падать это очень отрадный такой знак в пятнадцатом году мы повторим это исследование но каждые четыре года у нас проводится и если эта тенденция сохранится мы можем уже будем говорить о закономерности соответствующей как снижение спроса я думаю что молодые люди вот в этой возрастной группе и как правило при общении к психоактивным веществам происходит вот где-то в этой же возрастной группе 15-17 лет значит у них уже появляются другие интересы более человеческие интересы это не значит что нет каких-то других вызовов да типа компьютерной зависимости до интернет зависимости и так далее но во всяком случае это меньше вред нежели курение и употребление алкоголя и наркотиков вот эти зависимости тоже мы будем интересно чуть позже обсудить хочется узнать ваше мнение по поводу не так давно вышедших законов о запрете курения в общественных местах и запрет пропаганда курения как вы считаете они повлияют как-то на количество курящих безусловно я думаю что вот эти законы которые принимаются и многие критикуют и думают что это драконовские какие-то законы и они ущемляют права курящих кстати михаил сергеевич боярский активный борец с этими законами мы тут недавно вы тартас дискутировали по этому поводу с ним но вот и я думаю что эти законы скорее всего сработают на следующее поколение то поколение которое уже получило эту зависимость табачную алкогольную или наркотическую там эти законы маловероятно что так впрямую сработают косвенно наверное да будет какое-то уменьшение потребления и вот эти ограничительные меры конечно свое действие окажут но там основные подходы это лечебные лечебно-реабилитационные которые мы проводим с нашими больными зависимыми людьми у нас есть врачи специализирующиеся на табакокурение на лечение алкогольной и наркотической зависимости а вот следующее поколение войдет в жизнь уже во взрослую жизнь и она будет подчиняться естественным образом этим законам и вот эти ограничительные меры безусловно сработают на следующем поколении то есть мы этими законами закладываем здоровье следующего поколения будем надеяться что она действительно так и будет да я я уверен в этом потому что вот допустим скандинавские страны в начале 20 века они вымирали от алкоголизма и они в течение почти всего этого 20 века выстраивали вот эту систему ограничения рынка алкогольной продукции и они решили эту проблему ну а какие-то методы кроме законодательного есть по борьбе с этими зависимостями просвещенческие методы социальные какие-то меры просвещения до просвещение и прежде всего просвещение неграмотный человек темный человек он не знает где пропасть он не знает где камень по которой он споткнется и будет зависимым человеком поэтому для нас очень важно вот такие встречи о том чтобы мы могли рассказывать о вреде вообще об опасностях зависимого поведения это же не только проблема психоактивных веществ но это зависимое поведение там я не знаю от какой-нибудь политической идеи от 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 тех же компьютеров или еще каких-нибудь других есть психоактивные вещества есть психоактивные действия от них тоже человек там у нас очень много людей которые имеют пищевые зависимости как в сторону булемии то есть такого объедания так и в сторону анорексии отсутствие как бы потребление пищи это тоже можно это тоже наши это да это наши тоже заболевания и входят в группу зависимого поведения вы говорили про просвещение есть и другая сторона люди которые считаются просвещенными они же поглощают большое количество информации и в большей степени через интернет через социальные сети через какие-то блоги и так далее и это еще одна еще один вид зависимости который сейчас мне кажется набирает обороты вот как справляться с такими вещами и видите ли вы действительно угрозу в том что люди проводят все больше и больше времени в интернете и чувствуют зависимость вот общения такого виртуального пока такой угрозы более или менее реальной мы не видим больных с серьезными зависимостями от интернета от компьютерных от компьютерных игр не так много мы ожидали что будет всплеск какое-то валовое накопление этих больных нет оказалось что этого не происходит я думаю что для того чтобы получить компьютерную интернет зависимость нужно иметь какие-то факторы позволяющие реализоваться этому чтобы это как-то проявлялась ну да как правило это генетические сбои в дофаминовой системе серотониновой системе если кому интересно опять-таки рекомендую в интернет залезть и почитать что это такое только долго там не сидя ну да да обязательно расскажу потому что это очень важный момент понимание что наше поведение зависит от тех или иных нейрогормонов нейромедиаторов которые управляют нашим поведением нашим настроением и так далее на уже на физическом уровне да да вот есть люди у которых уровень адреналина и норадреналина очень низкий так такими они родились и у них будут депрессии есть люди у которых уровень адреналина норадреналина такой свой природный очень высокой все в принципе хорошо он давно все равно немножко депрессивный и может быть высокий очень уровень адреналина норадреналина тогда эти люди беспечны у них ослаблена критика к себе и как окружающим каким-то обстоятельствам это проявляется какой-то повышенной активность повышенная активность да если этот уровень совсем зашкаливает есть такой синдром тоже можете посмотреть он описан во многих в том числе в интернет пространстве синдром жиле де ле туретта когда у человека возникают тики копрололия они непроизвольно произносят ругательные слова то есть это совсем неврологически ругательные не какие-то вы именно ругательные да поэтому называется копрололия вот это плохо и низкий уровень адреналина плох и высокий уровень адреналина плох и те и другие люди у них есть вот эта вот генетическая предрасположенность к зависимому поведению люди с высоким уровнем адреналина ищут все время рискованные ситуации они все время попадают в какие-то стрёмные ситуации и и вот тут срабатывает другой нейрогормон или нейромедиатор серотониновая система наверняка тоже многие слышали что это такое низкий уровень серотонина человек не защищен от стрессов он хрупкий ломкий и в случае чего немедленно впадает в панику в тревогу то есть вот он стресс не защищен если высокий уровень вот представьте себе немножко высокий уровень адреналина и достаточно высокий уровень серотонина кто это бойцы спортсмены люди устойчивые сильные ну может быть это элита нашего общества они достаточно интеллектуально могут быть развиты и так далее а если уровень адреналина и уровень серотонина низкие на низком уровне вот это к сожалению наши больные и если им случайно попадает в рот или вену или в легкие какое-то психоактивное вещество то зависимость у них формируется очень быстро я знал одного мальчика 16 лет первое же предъявление наркотика и он стал зависимым через два года он погиб от передозировки мы ничего не могли сделать настолько неудержимо этого человека тянуло к почти что психоз его тянуло к наркотикам здесь причина не психологическая до некоторое нельзя это мы только коснулись очень маленькой доли причин которые приводят к зависимости генетической есть психологические есть врожденные допустим вот я не могу не сказать это очень важно особенно для девочек которые планируют стать матерями будут матерями нужно очень четко понимать что если во время беременности что-то попадает там наркотики алкоголь табак все это немедленно попадает в мозг будущего ребенка и будущий ребенок может родиться немножко дефекты зависим или ношу не то чтобы зависимым но да могут предрасположены мы могут быть дефекты психического развития этих детей очень важный момент родов природа нас так устроила но вот я прошу прощения что я мужчина говорю о женских страданиях во время родов но не могу не сказать воспринимаете меня как врача это болезненная ситуация но природа устроила так что роды проходят ночью и в полусознательном таком состоянии женщины поэтому в принципе все терпимо я даже знал одну женщину я думаю что таких довольно много кстати кто то из певиц тоже это подтверждал что во время беременности они чувствуют себя лучше с лучшим настроением с лучшим качеством творчества роды у них проходят вообще легко и они с удовольствием рожают много детей так что наверное таких женщин довольно много но очень нужно точно понимать что к родам надо готовиться заниматься зарядкой там специальной диетой тоже пользоваться ну что очень часто сейчас заказывают роды под наркозом покупают кесарево сечение и это нужно понимать что это тоже факторы риска по развитию зависимого поведения между матерью ребенком всегда есть потрясающая магическая связь в каком состоянии мать в таком состоянии ребенок в каком состоянии ребенок в таком состоянии мать удивительное совершенно состоянии если мать демонстрирует какие тревожные состояния или наоборот отталкивает ребенка не общается с ним то этот ребенок будет страдать он вырастет в общем-то дефект вот мы масса психологических факторов которые с этим связаны все эти факторы и много других подробностей о зависимостях мы узнаем во второй части передачи факультатив не переключайтесь а мы продолжаем в эфире программа факультатив и сегодня мы говорим о зависимостях а в гостях у нас евгений алексеевич брюн главный психиатр нарколог мисс здрава россии мы уже обсудили много интересных вещей хотелось бы узнать можно ли определить предрасположен ли ты каким-либо зависимости если какие-то исследования или анализы которые можно задать чтобы понять ты в зоне риска или нет да вот современная наука наша наркология она уже подошла к тому что мы можем определять маркеры тех генетических сбоев о которых мы говорили в первой части мы можем понять как у ребенка заложено вот эта система дофаминовая серотониновая система это два основных как бы вот этих нейромедиатора которые ответственны за зависимое поведение и мы их уже можем определять есть психологические методы исследования есть некоторая органическая патология головного мозга которую мы тоже на раннем этапе можем выявить и скорректировать кстати ну генетические факторы скорректировать мы не можем пока во всяком случае но мы можем выстроить систему воспитания то есть для этих детей нужна другая немножко система воспитания это очень важный момент я боюсь что мы сегодня не успеем это обсудить но сейчас можно приводить пример с зависимости от каких-то веществ или же это не имеет значения у нас вообще одно заболевание зависимая зависимость или зависимое поведение а формы его могут быть очень разные то есть зависимости например это фанатичное поклонение какой-то группе в том числе да кстати при общении к той или иной субкультуре молодежной в некоторых случаях тоже вырастает вот фан 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 тех или иных групп или спортивные фанаты это тоже форма зависимости зависимого поведения это болезнь которая также я не готов сказать что это огульно все заболели вдруг но это крайний случай это но среди них да конечно есть больные пожалуйста скажите пожалуйста вот эти маркеры на определение склонности к зависимости они сейчас общедоступны и где их можно сделать да понятно и матерь и ребенок да пока они не общедоступны но в течение следующего года ну я думаю что где-нибудь во втором квартале этого года мы уже будем предлагать населению провести исследование для своих детей чтобы понять вот эту эти факторы риска генетические факторы риска по зависимому поведению думаю что в этом году мы это внедрим уже то есть научная разработка вся закончена осталось только вот как бы внедрить это в практику да да конечно будет соответствующая реклама информирование обязательно если мы даст бог еще раз увидимся я вам уже расскажу где и как это можно сделать а сейчас можно проконсультироваться по разным формам зависимости у кого есть дети или про себя или про друзей есть телефон доверия бесплатные круглосуточный 8 495 709 64 04 можно позвонить и задать любой вопрос на тему зависимого поведения там обязательно ответят и что-то посоветую интересно узнать вас если какие-то исследования на тему того вот как 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 работает мозг зависимый человек и как он отличается от мозга человека который не страдает какой-то пагубной привязанностью можно нарисовать да конечно давайте нарисуем вам хватит место ну вот я бы хотя бы одно слово какой-нибудь стереть а так мы боремся зависимость да стираем зависимости хорошая хороший слоган получился вот я нарисую нервную клетку а главное ее окончание художник из меня плоховатый но я думаю что мы поймем о чем все нервные клетки выглядят вот так вот это называется синапс сустав да похоже на сустав совершенно верно передачи находится или он находится от пятки до мозга везде он про вот эти нервные окончания пронизывают все наше тело ну вот допустим нервный импульс идет снизу вверх здесь есть такие специальные вакуоли такие пузыречки электрический импульс на них действует из них выделяется вещество действующее а с этой стороны рецепторы а вещество она уже есть в организме есть уже есть она вместе с человеком образуется вот сколько пузырьков сколько действующего вещества столько и рецепторов и рецепт раз вот эти пузырьки освобождают вещество она действует на след на рецепторы здесь снова образуется электрический импульс и он идет дальше и так где бы в каком бы месте мы не находились три нейрона с переключателями значит если мы вводим наркотик а нейрон есть на этой схеме вот сам нейрон сама клетка но она где-нибудь здесь вот она такая большая с отростками с различными с другими связями значит если мы сюда вводим наркотик ну наиболее серьезный наиболее тяжелый наркотик герои ввели наркотик он подействовал на рецепторы человек получил удовольствие а собственные вот эти вещества которые переключают импульс перестают вырабатываться после первого же употребление после первого же употребления их становится все меньше меньше и меньше а количество рецепторов становится все больше больше и больше и каждый из них требует своей дозы поэтому доза героина все время будет нарастать если героин перестает поступать в организм то начинается ломка своего вещества эндорфинов энкефалинов нет они практически не вырабатываются а каждый рецептор требует своей дозы и вот начинается это механизм ломки пройдет какое-то время с учетом того что мы естественно лечим этого человека количество рецепторов будет опять уменьшаться и все придет в норму если человек лечится но у некоторых людей это необратимая ситуация и они обратного хода уже не имеют примерно четверть потребителей наркотиков обратного хода уже не имеют они на всю жизнь останутся дефектными наркоманами вот таков биохимический механизм на самом там нижнем уровне но тонком уровне да как это формировали воздействие химических веществ таких как она в данном случае на героин а если это зависимость а если эта зависимость игровая вот эти вещества реализуются и высвобождаются не только в связи с введением героина но и в связи с получением каких-то удовольствий других и эта система все равно будет нарушаться да пожалуйста вот такой момент то что некоторые люди все же бьют и становятся алкоголиками употребляют психотропные вещества и не становятся наркоманами да вот а когда тогда можно говорить о зависимости вот не всегда живут не всегда зависимая не всегда да есть это вопрос дозы и экспозиции я знал некоторых людей которые достаточно много выпивали спиртного но у них ферментативная система справлялась с этим печень была в хорошем наверное состоянии ферментативная система была напряженной но прошло какое-то время ну да алкоголизм формируется там у женщин там за 2-3 года у мужчин там за 35 лет у этого человека алкоголизм сформировался за 20 лет он все равно сформировался нет ну это понятно но все равно есть такой момент когда вот прям говорят о зависимости вот диагноз ставят вот когда это происходит это же не всегда это люди реально каждый день пьют ну а завтра бац и не пить ну грубо говоря какие-то показатели наверное да если да конечно есть какой-то показатель тяга какая-то определенная наверное или что это вот что ставят диагноз анализа может как это сейчас я вам попробую это сформулировать дело в том что потребление психоактивных веществ она имеет некий такой вот длинник человек сначала употребляет одну рюмку или там какую-то одну дозу наркотика потом проходит месяц он снова это повторяет как правило это происходит к сожалению в возрасте не несовершеннолетним и постепенно дозы начинают возрастать подавляющее большинство людей имеющих трезвую голову нормальную биохимию головного мозга генетически не имеет генетических факторов предрасположенности и он на этом останавливается он является потребителем психоактивного вещества но не становится больным но мы говорим что зависимым человеком обязательно станет тот человек у которого есть генетические факторы риска врожденные психологические социальные и обязательно при общении еще кто или иной наркотической или алкогольной субкультуры вот это обязательный реализующий фактор да пожалуйста вот вам мама приведет две мамы приведут своих детей одна и вторая скажет вы знаете вот у меня ребенок потребляет психотропные вещества и на другая мама а вот допустим у одного ребенка это будет зависимость а у другого я ребенка имею ввиду так абстрактно конечно это там совершеннолетнего ну да вот а у другого нет ну там у него иногда это происходит и как-то так особо просто мама там где-то его заметила и вот привела вы сразу отличить зависимого человека от независимого конечно конечно но для этого надо с человеком поговорить взять некие у нас есть маркеры на допустим злоупотребление алкоголем там печень вырабатывает определенные белки которые являются являются маркером по злоупотреблению алкоголем и алкоголизму мы берем кровь физически да совершенно верно совершенно верно да пожалуйста такой вопрос скажите пожалуйста сколько организм если можно восстанавливаться допустим я курю и собираюсь бросить меня реально зависимо сейчас закон приняли я надеюсь что я все-таки брошу и как быстро восстановится мой организм если я допустим курила с перерывами полтора года общая сложность шесть лет ну и также соответственно вообще все люди которые кто-то там пил допустим он избавился что-то пробил наркотики какая вот допустим от сигарет наверно быстрее организм восстанавливаться чем от героина того же или от алкоголизма не очевидно не очевидно но в общем какая я понял ваш вопрос вот абсолютно здоровый человек употребив однократно какой-то ну крепкий алкогольный напиток вот это все будет перерабатываться дня три это у здорового человека если человек имеет зависимость и проблемы с алкоголем у него алкоголь будет перерабатываться до трех недель если человек курит коноплю то это будет перерабатываться не меньше месяца если человек употребляет амфетамины кстати туда же входит экстази и все вот эти вот таблетки которые часто молодежь употребляет на танцульках да в клубах 45 дней а то и до двух месяцев а если они употребляют постоянно там каждую субботу вот она накаплю мало того что она долго держится она еще и накапливается и она вот эти наркотики накапливаются в жаровых депо держится очень долго и человек долго восстанавливается сигареты и не могу точно сказать но не меньше двух недель но легкие очистятся обмен идет клеток да обычно это происходит в течение трех месяцев они то есть не умирает и если бросив курить и заниматься спортом можно да можно все восстановить фатальности нету на самом деле если человек принял решение отказаться от курения от алкоголя и наркотиков в подавляющем большинстве случаев все восстанавливается даже от героина и даже я не верю что от героин и я просто знаю таких людей которые вот там два года употребляли плотно сидели вот потом значит вылечились ну как не то что в стадии ремиссии правильно же это называется скорее вот и там уже много лет не употребляют вот но последствия для организма все равно необратимы и есть еще есть такая фраза бывших наркоманов и даже сами вот бывшие вот эти наркоманы говорят что бывший наркоман не бывает да это очень серьезный вопрос но как вы понимаете наука не оперирует терминами верю не верю как при любом заболевании случай легкий средней тяжести тяжелый неизлечимый наркомании как и другие зависимости заболевание хроническое дающее обострение но единственная есть тонкость что если человек переживает обострение не употребляет какого-то психоактивного вещества то каждое следующее обострение будет тише 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 и теоретически должно сойти на нет есть такая шутка был ли счастлив человек в своей жизни можно сказать только после его смерти и в отношении вот больных наркомании алкоголизмом к сожалению мы используем ту же самую фразу что вот вылечили мы его или нет мы можем сказать только после окончания его жизни действительно мы оперируем термином ремиссии длительная ремиссия и я знаю тысячи наверное людей которые находятся в ремиссиях 10 20 30 лет и у меня не поворачивается рука сказать что вот он продолжает болеть хотя есть такое движение анонимные наркоманы анонимные алкоголики они говорят мы неизлечимо больны на всю оставшуюся жизнь и мы выздоравливаем всю оставшуюся жизнь в этой фразе заложена очень важная мысль генетическая предрасположенность я знал одну американскую супружескую пару который никогда не употреблял алкоголь и уж не говоря там о табаке наркотиках и так далее и когда мы спрашиваем почему вот даже легальные наркотики вы не не пробовали не употребляли они тоже сказали очень мудрую фразу наши бабушки и дедушки страдали алкоголизмом но они то здоровы легальные наркотики это поясните алкоголь и табак ну так условно говоря да потому что термин наркотики это не совсем медицинский термин это скорее юридический термин то есть это все таки их называют наркотиками почему бы так же не запретить как и алкоголь и наркотики которые уже запрещены да это хороший вопрос человечество человечество пока не удается запретить это сухие законы вводили американцы и в россии вводились и в некоторых других странах там где в культуру в течение многих тысячелетий входил алкоголь и табак то очень трудно от этого отказаться в арабских странах там где мусульманских странах где традиционное воспитание традиционное жизнь общества достаточно еще мощно присутствует там потребление алкоголя наркотиков практически отсутствует один профессор из кувейта на мой вопрос как так это удается вообще поддерживать и вообще почему есть такой серьезный запрет на все психоактивные вещества ответил очень просто пять раз в сутки молиться перед богом надо быть трезвым вот и все а там где традиция разрушается она стала разрушаться примерно с 16 века и ответственность коллективная стала передаваться на ответственность индивидуально это связано с буржуазными революциями с ростом индустриализации там и так далее вот тогда и появились люди безответственно относящиеся к своему поведению здоровье вы привели примеры восстановления объяснили как происходит процесс восстановления от зависимости от всяких веществ различных как происходит процесс восстановления от психологической зависимости от той же игромани или от к компьютеру спасибо за вопрос очень здорово это серьезные обучающие программы этому надо учиться дело в том что у наших больных как правило очень плохо дело с тормозами и вообще с тормозной системой да то есть когда мы что-то делаем с кем-то общаемся мы все время себя тормозим мы все время считаемся с тем как мы будем выглядеть как мы будем говорить мы же вот общаемся и есть определенные запреты там допустим на нецензурную брань и мы ей не пользуемся есть допустим ответственность за ношение одежды или не ношение одежды да и мы одеваемся сообразно значит тому стилю который принят в том или ином обществе то есть все время себя тормозим наше поведение всегда нет хаоса у наших больных хаос нет координатной сетки поведения то есть вот первый же импульс какой-то эффективный и они его тут же реализуют как дети вот дети в этом отношении очень показательны он у него придумался какой-то герой его личной сказки и он тут же реализовался неважно вот есть это игрушка или нет он есть придумает из деревяшки из какой-нибудь это будет полноценным объектом его фантазии то есть вот эти программы они направлены на выработку на выработку тормозов конечно и выстраивание поведения это очень долгие сложные программы вырабатывающие условные рефлексы поведения вырабатывающие нормы целеполагания вот наши ребята они что-то задумали допустим я хочу быть там но я не знаю юристом и ему же кажется что он уже там через сто ступенек перепрыгнула ему кажется что он уже реализовался а жизни такая она показывает ему что надо каждую ступеньку на ножками протопать на это у него сил нет он хочет все здесь и сразу вот наша реклама кстати очень часто появляющиеся везде позволь себе немножко лишнего добавь адреналина в кровь нас с измольства приучают к тому что мы должны получать удовольствие удовольствие это рычаги которые действуют да да можно вопрос да пожалуйста о борьбе с наркотической зависимостью но я считаю что сигареты они тоже про них говорят что сигареты это учебный план если вы понимаете о чем я да да и им дело вот в чем не пугает страх смерти людей вот вот эти картинки на пачках они не пугают и точно я знаю это на собственном примере примере моих друзей также у меня есть друг который употребляя наркотики каждый раз ловит состояние называемая передозировка вот и говорит это постоянно я чуть не умер но зависимость не пропадает то есть страх смерти и не останавливает его перед тем чтобы сделать это вновь как с этим бороться что делать вот это очень точное замечание наши ребята действительно как дети у них нет страха смерти они не понимают что такое смерть причем для некоторых наркоманов есть такой термин наркоманский тащиться на обломе вот извините иногда нам приходит поскольку нет слов в медицине и психиатрии которые бы обозначали те или иные состояния и ситуации нам иногда приходится использовать жаргон жаргон наркоманский в том числе то есть он доводит дозу до почти токсической смертельной и в этот момент получает максимальное удовольствие нет страха смерти и этому надо учиться что вот страдает же все физическое тело страдает психологии душа страдает и дух неровен и страдает то есть человек тотально поражен зависимым поведением поэтому вот такие сложные у нас технологии то есть мы сначала приводим его в божеский вид его физическое тело потом мы работаем с ними как психиатры потом как психотерапевты как психологи потом реабилитации обучающие программы сложнейшие технологии если вы где-то услышите извините да если вы где-то услышите что мы вас вылечим за один присест за одну процедуру это ложь мошенничество и вынимание денег закончим на позитивной ноте из ваших ответов я сделал как минимум я сделал вывод что не все так безнадежно и даже самые страшные пагубные зависимости привычки можно пусть долго и трудно но вылечить и исправить да конечно будем надеяться что в следующем году у нас не появится никаких новых зависимостей меньше сидите перед компьютером больше гуляйте больше общайтесь со своими друзьями и близкими это была программа факультатив я ее ведущий дима гардия сегодня в гостях у нас был главный психиатр нарколог минздрава россии евгений алексеевич брюн спасибо большое спасибо всем удачи